Вот и администрация БВК и музей. Давайте начнем экскурсию. Ну что, меня не надо. В 2003 году, когда каналу 70 лет было. Ну вот, 87 лет канала, так считайте, 17 лет музею. За это время, вот нам зал такой только выделили, за это время, конечно, мы собрали много материала. У нас уже диски есть, у нас приезжали финны фотографировали, у нас приезжали яблоко Санкт-Петербурга, девочки сняли фильм хороший. В общем, мы потихонечку собираем за это время. Ну, как говорится, история канала, я всю жизнь здесь в Повенце, в 66-го года. Я работала в школе, но я детям ничего не могла рассказать. Могите представить? Нельзя было рассказать. Вообще ничего мне не рассказывали. Все это было закрыто. Ну, сейчас Богу, как говорят, наша все-таки память должна знать о прошлом. Вот теперь мы открываем страницу. Все, история строительства Беломоро-Балтийского канала. Ну, на сегодняшний день вы человек, раз вы уже путешествуете на канале, вы уже много начитались. Да? Да. Все вы знаете. Поэтому посмотреть канал, наш музей, ознакомиться с фанатами. Вот. И для чего канал строился? Вот на сегодняшний день, например, современные люди, грамотные, вот до сих пор говорят, а стоило ли рыть, даже называя, знаете, как каналу эту, стоило ли рыть Беломоро-Балтийский канал. И вот начинаем мы людям все-таки рассказывать, что канал-то нам был нужен. Ну, вот что вас интересует больше всего? Я могу рассказать. Как люди строили его, насколько это тяжело было? Ага. Ну, вы знаете, для чего канал. Ну, давайте пройдем вот туда. Я начну, наверное, вот Петровский след мы возьмем. Угу. Все-таки идея строительства канала принадлежала, конечно, Петру Первому. Хотя ведь до этого люди вообще мечтали построить вот эту трассу, хотя бы не выход там куда-то в Балтийское море, а для торговли, торговать. Потому что, например, поселение, не поселение, поселок, село называлось, а уже при Екатерине Второй поселок по Вене стал поселком городского типа. Поэтому сюда, к нам сюда стремились все. А кто, как вы думаете, кто к нам стремился? Разведка. Это 16 даже век. Не было Беломоро-Балтийского канала. Англичане, голландцы, немцы, все сюда стремились захватить наше богатство. А торговать-то было. Но их называли разведчиками. Вот у нас сон такой был. Знали? Угу. Селенегин, слышали? Штатен, который жил немец, у нас служил в опричине 12 лет. 6 лет, 6 лет он изведывал все. И своему императору Рудовьеву Второму докладывал в 1585 году. Что он докладывал? Не было у нас флота. Ходили холодных моряк, вот, корабли охраняли что-то. Но флота северного-то не было. И он пишет, что захватить Москву можно с севера. Вот. Через Белое море. Это Мультиот Первый, в первую очередь. Это его идея строить канал. А раньше Волоком. Самое главное что-то он. Во-первых, промышленность развивать, торговлю и создать флот. Выход Балтийского моря. Ведь нельзя говорить, что Мультиот Первый округло. Но в Европу тоже. Правильно. Вот. Это самое главное. Но еще самую главную задачу, какую ставил Петр Первый, отраивать чисто прибалтийские земли, которые были не наши. Они были много-много лет принадлежали нам. Вот это самое главное ставил Петр Первый. Но Петру Первому-то не удалось это. Вот вы мне сказали про сударь его дорогу. Там Волоков он тащил. Корабли. Но если я вам буду рассказать про Петра, значит, я ничего не успею вам рассказать дальше. Про канал. То есть, раз вы это знаете, все прекрасно. Петру не удалось, потому что началась длительная населена у нас аж шведами. И длилась она целых 20 лет. Но единственное, вот единственное два слова вам скажу. Сейчас в Нандербургской крепости, кстати, она построена была русскими, если знаете вы, называлась Орешек в 1323 году. Город Крюч. Нандербург крепость. В Усть-Инивы заседал. Откуда мы ее стартовали? В 12-й со своими войсками. Как же шведы все хотели у нас захватить тут. Поэтому Петру Первому надо было оттуда его погнать. И, конечно, вот идея у него умница возникла. Как пройти туда? Ведь он думал, что как же Петру Первому удастся туда попасть. Да, было проложено Азударев дорога. Тащили два фрегата. Сколько тут людей, конечно, погибло, чтобы построить эту дорогу. Но дорогу, знаешь, как в истории назвали, это сумасшествие было Петра. Но самое главное, вот это сумасшествие Петра было, конечно, не было. Ему подсказал, как говорят, этот путь он проложил с Богом. Потому что ему предсказал Холмогорский, этот архиопископ Башский. Вот он сказал, Афанасий сказал, где приложил дорогу. А дорогу, конечно, было проложено здесь. Как? Это непроходимые болота, непроходимые леса, скальные возвышения. Но самое главное, здесь жили старые абориатцы. Они уже ходили к негу и отправлялись на Соловки. Дорогу эту знали. Поэтому вот подсказал ему. Петру не удалось. Но все-таки стали думать уже о проектах 19 веке. И вот давайте посмотрим, какие проекты были. Вот, пожалуйста, первый проект. Гавеллан, 800 год. Граг Бакинтор, 1835. Афрегий, адъютант Ашкарев, 57. А в 1900 году прозесор Тимонов за свой проект, когда он составил проект канала и выставил Парижа, получил золотую награду. И казалось бы, все, начать строить канал. 1902 год. Все, начать строить канал. Но никто-то был. Вот вы знаете, Григорий, хорошо и сурил. 1904, 1905 год. Я все не знаю. Что началось? 1904, 1905 год. Война первая. Русская, Апонская. 1914, Первая мировая. 1917, уж понятно, революция. 1918, Гражданская война. И вот и все. И остановка. И, конечно, только начали строить канал, когда установила советская у нас уже власть. В советской власти мы могли построить канал. Но до этого, как вы думаете, что на севере у нас? Ушла Первая мировая война. У нас ходили корабли, охраняли. А вы скажете, да 15, конечно, 16, начало 17 в Сибири, в Архангельске уже строились корабли. И линкоры, и крейсера, даже была подводная лодка. Мы могли охранять себя. Но флота вот такого не было, чтобы мы могли охранять. А к нам все суда тенили. Захватить Карерию в богатых рай. Мурманскую область. Это все. Сюда рбались все. И вот когда была еще Первая мировая война, 1916 год. Если вам интересно, может, это не надо. 1916 год. Николай II, это последний царь из Романовых, решил создать все-таки флот. И знаете, сколько у нас стояло кораблей на севере? 66. Началась гражданская война. Кто пошел к нам против нас? Ну, конечно, красный, белый, вы знаете. Движение большевики, меньшевики, белогвардейцы. Дальше пошли на нас американцы, пошли на нас англичане, французы и норвежцы. И вы знаете, что? Вот тот флот, который, гражданская война. Все было разрушено. Архангельцы разрушены. Настонский пацан. Все было уничтожено. Все корабли ушли туда. Все грабили, как могли. Не знали, что погружить в свои корабли. Вот эти наши, друзья, в кавычках. Вот даже, называйте, 2 миллиона 300 пудов этого груза увозили. И закончилась так гражданская война. Но все-таки нам было трудно. Но все-таки власть советская установилась в феврале 1920 года. Так. И осталось там несколько сторожевых кораблей. Ну, уже мы не могли охранять, потому что моряки не обучены. Не было грамотных офицеров. И что делают англичане с норбежцами? Выходит у нас еще нет этого канала. Выходит наше холодное море и наносит нам экономический урон. И вы знаете, что? В 19-й год создается специальное управление еще идет у гражданского. В 19-м году в основном завершается работа по созданию единого проекта. Видите, восточный вариант взяли. Было два варианта. Западный и восточный. Отбросили западный, взяли восточный вариант. Я немножко вам расскажу о нем. В 1930-й год уже на третьей областной конференции все шло с Ленинграда руководства. Вообще руководили стройкой ОГПОНКВД, вы знаете это так. И как Киров сказал, что будет начато строительство канала. И выход в Балтику будет. И вот уже в феврале 30-го, 31-го года было полностью обрядение габариты будущего канала. Посмотрите, обратите внимание, в 18-е журнале 1931-го года. 31-го года. И вот на сегодняшний день, давайте так будем говорить. Вот север разрушен. Флота у нас нет. Берите, что хотите. Так. И что самое интересное. В 1922-м году наши моряки там, которые не могли ничего сделать. Потому что до 100 катеров выходили в наши моря холодные. И даже шли войны. Грабили и рыбу, и крабов, и тюлени, и прочее, прочее. А мы себя защитить не можем. 300, говорят, миллионов золотыми было. Север был разрушен. Это ж надо было восстанавливать. Поэтому в 1922-м году распустили все, что там было у нас. Север открыт. Берите, что хотите. И в это время нам уже угрожают финны. А финны вообще хотели захватить Карелию полностью. Край-то богатый. Вообще север богатый край. Да. Вот нам канал-то был нужен. Поэтому, когда установила советская лазь в 1920-м году, а генсеком, как вы знаете, когда стал? Сталин. Сталин. В 1924-м году. Кстати, он два раза отказывался от этой должности. Но все проголосовали за Сталина. И когда Сталин стал генсеком, самую главную задачу он ставит какую? Уже есть вопрос о строительстве канала. Он сказал, нам канал нужен как воздух, как вода, как хлеб. Без канала мы пропадем. Потому что благодаря каналу мы создали флот. А норвежцы с нами не заключили договор. Нас не признают. Уже была молодая советская страна. И вот посмотрите. Когда мы построили канал. По каналу. А начали строить канал осенью 1931-го года. Февраль план. Осенью начали строительство канала. Сюда, конечно, первая стройка канала. Это столица заключенной. Но, как говорят историки, это была первая стройка. Где строилась у нас в молодой стране заключенная. Людей сюда завезли. И сразу канал, длина канала 1027. По всей трассе канала людей сразу распределили. И так канал начали строить. А первое, что мы сдадим в один момент. Понимаете? Вот. Поэтому. Вот. Две основные наши каналы. Давайте. Я вам немножко. Хотите? Восточный вариант. Отбросили западный. Почему? Был бы более многовонный. Зона затопления была бы огромной. Больше дам, плотины. Водоспусков строить. Больше денег. Кстати, Москва выделяла тогда, знаете, сколько? 400 миллионов на строительство канала. Ну, конечно, используют труд заключенных. Как говорят. Рабский труд. Ну, люди трудились. Трудились действительно. 95 миллионов 300 тысяч ушло на строительство канала. Это на все и просек. Закупали. Нам доставляли, говорят, гвозди, цемент. Дальше. Лошадей. Так. Люди, конечно, здесь трудились. Ну, кормили как могли. Конечно, кормили. Зарплату они не получали здесь. Но давали им бонусы такие вот. Как в виде, как бы, денежек таких. Если бы ходили они во внешний мир, здесь по всей трассе канала были торговые точки, маленькие пункты. Здесь можно было, кстати, все купить. Вот что самое удивительное. Понимаете? Они могли отоварить и получить себе вот что-то они хотели там купить. Поэтому три особенности нашего канала. Интересно было? Да, да, да. Интересно. Вот. Посмотри, оранжевый цвет на карте, это была зона затопления. Вот это наш Недвежегорский район. Вот оранжевый цвет. Так. Беломорский район. Железную дорогу 80 километров перенесена была. Здесь было затоплено 15 поселков деревни. Итак, посмотрите, общая сонова 42. Ничего же это делалось. Вот путем подпора рек, ручьев, озер нужно было создать глубину сону по каналу. Это было где-то на 3 метра 65 сантиметров. 3,60, да. Кстати, сейчас ремонт, конечно, когда заканчивается навигация, вода сливает. Сейчас углубление где-то до 4 метров. Итак, посмотрите, сколько у нас воды. Вот умницы, талантливые здесь были инженеры. Таких как Жук, Хрусталек, Бяземский, Бербицкий, Зубрик и так далее. Так, их очень было много талантливых, умных, действительно, инженеров. Вы знаете, что они использовали? Казаха, озеро было самое огромное. Но, как говорят техники, гидротехники того времени, здесь работы были даже самые легкие. Поэтому вот водные пространства использовали без зависимости от канала. Всего канал 48 километров. Остальное что? Большинство сооружений шло в нерву селу рек. Остальные реки и озера зарегулированы гидротехникой. Дамбы, биоплотильные, водоспускные. Вот что самое интересное в нашем канале. И третья особенность канала. Как Саня сказал, ничего, за границей не покупаем. Все своим материалом. Рабочая села наша. Техники, какая техника? Было несколько тротуров в лесу, когда валили лес. Крупно говорить, то надо было выводить. Так. Гвозди мы доставляли в Ленинград. Я уже сказала, цемента, конечно, лошадей. Без лошадей тут делать было нечего. Ничего. Все своими материалами. Наш канал без деревянных. Это наша корейская сосна. Самая ценная древесина. Я знаю, даже там есть одна плотина какая-то до сих пор стоящая из дерева. Я вам раз тоже поняла. Но что самое интересное? Как он сказал, ничего не покупаем сами. Ну да. Вот, значит, первая задача, как у Петра I стояла в советское время. Технико-экономическая задача, разгрузить дорогу железную, речную, более дешевую. Вторая задача, военно-политическая, создать флот. Потому что мы погибнем. Знал Салин уже, наверное, с Гитлером, во всем Гитлером, в Сарвугасе. Скорее всего, да. И третья задача, какая стоялась социально-политическая. Салин, да. Он сказал, да, было трудно. Я знаю, после гражданской войны, знаете, как он сказал? Мы бедные, будто раздеты, голодные. Писать, читать не умеем. Но что бы нам не стоило, мы канал будем строить. Если мы канал не построим, нас отбросит на 50-100 лет назад. А слабых себя добьет. Я не знаю, как вам еще говорить это. Ну так и есть. Понимаете? Правда жизни. Вот, это жизнь. Это действительно жизнь. Поэтому, и что мы будем говорить? Ведь русский-то человек всю жизнь мечтал о канале. Это еще 12, 13, 14, 15, 16 век. Уже не говоря о Петре Первом, который первый решил, что канал нужно строить. Поэтому, и еще я вам скажу, как многие говорят, современные сейчас люди. Вот был у меня вот тут молодой человек, было мне с ним тяжеловато разговаривать. Но я пыталась то, что я знаю. Ну, начитан, товарищи там. Я ничего не скажу. Но читает то, что может не нужно. Сами возвращает нашу историю. Но в всем нашей истории было плохого, хорошего. Ребята. Ну нельзя же говорить, что все плохое это было. Или одно плохое. Да, поэтому, конечно, ставился вопрос очень серьезный. Но, единственное вам, чтобы не забыть, скажу. Северный склон канала, это от 1 до 9, Южный склон считается. От 9 до 19 Северный склон. 75 километров Северный склон. Это скалы, посольный канал. Поэтому, знаете, шла большая фильтрация воды. Вот щели были большие. Вот можно даже привести пример. 32 садей травы молодой человек грамоты выливалось в воды. Вы понимаете? Для канала-то гибель. 32 садей в одну секунду. Так, не было компрессорных станков. Так вот, за границей, в Швеции, купили один станок компрессорный. В одном. За золото. Умница наша, инженер. Разобрали, изучили. Сделали такой же. И сделали в 10. Они работали до конца строительства канала. Ну и где-то еще использовались. Эти вот компрессорные станки. Надо было станки рощей. Никуда не денешься. Вот единство, что купили. Остальное все надо было береганом. Так. Ну какой инструмент? Вот что могли собрать и вам прямо сказать. Канал строился очень быстро. 20 месяцев в 10 дней. Начали осень 31. Закончили в июне. 10 июня. Полная сдача шла 2 августа. 33-го года. И вот, знаете, давайте к инструменту подойдем. Я вам скажу. Когда только мы построили канал. Вы можете представить. 33-е годы. Поначалу, пока началась война до 41-го года, по каналу шли. Подводные лодки, сторожевые корабли. Там еще какие-то катера. Когда мы создали хоть какой-то значительный труд. Поняли, что с нами там просто шутить нельзя. Они уже в 33-м году у нас признают. И заключают с нами договор. Мирный договор. А в истории первый год. Что говорил Гетляк? Я же не думал, что у нас канал будет. Что мы задынили флот. Что можем себя защищать на севере. Они что, говорил Гетляк? Мы Мормоз бомить не будем. Готовился к войне. Все это останется нам. Слегком. Но не тут-то было. Сами знаете, 3 года шла там война. Мормоз почти день был разрушен. Он понял, что тут уже все, мы бессильны. Погибло и наших моряков много. Ну что делать? Но мы не пустили врага туда. Мы отвоевали эту землю. Вот вам, пожалуй, уже значение наше флота. Это флот мы создали. Потом уже была Беломорская флотилия создана. Благодаря каналу. В 80-е годы, я вам сейчас скажу, Григорьев. Я здесь 66-го года. Вот посмотрите, сколько лет я уже живу здесь в Повенцаре. Так, в 80-е годы по каналу шли подводные лодки. Атомные подводные лодки на север. Закрывали черным брезентом. Моряки только шли завали. Судо пропускали. Я слышал. Это я своими глазами видела. Вот у меня товарищ был с Москвы, с студией культуры. Он мне послал такую, но не очень она яркая. Я ее сюда не приношла. Как? Я говорю, шли подводные лодки. Ведь, по сути дела, канал был не рассчитан на такие лодки, которые шли подводные. На специальных, вот в Игранчиках. Пантонах. Да, я слышал про это. Потому что самое интересное. И очень долго шлифование шло там. И шли по нашему каналу. Можете представить. Да. А вот было 75 лет победы в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Был парад. И наши крейсера военные шли на север. По нашему каналу прекрасно не прошли. Тихонечко, но не прошли. Так что наш канал, это военная трасса, стратегическая, запасная. И никогда канал не закроют. Потому что он нам нужен. Конечно. Конечно, какая техника. Вот вся техника. Самая трудная работа была. Тачники, землекопы и бурящие. Вот это самая трудная работа была на канале. Были деревянные тачки. Знаете, 85 лет канала, вот мне 15 шлюза. Вот такую тачку мне принесли. Железные колеса, деревянная тачка. Вот. Теперь вот работали над малой техникой. Как рационализатор. Было много людей. Как облегчить труд. Вот. Вот появилась такая пара колесная. Ходила по деревянной лежнёхой. А, деревянной, да? Кстати, недавно мне принесли из болота вытащили. Пацаны, я ещё одна парочка. Клали крупногабаритный лес, а две лошадки вывозили. Тут без лошадей делать было нечего. Вот, посмотрите, подкова лежит большая у меня. Я её нашли, мне принесли в музей. Первая. Шерстон. Можете представить, какие лошадки здесь были? Да, серьёзные. Так вот, называют цифру до 15 тысяч лошадей. А как кормили, как ухаживали особо. Но тут были, знаете, люди, какие на канале? Были чисто политические заключённые. Мы были здесь. Люди, которые не любили советскую власть. Делали специально. Лошадка могла умереть за сутки. Или подрезали усы, снимали подкову и ещё что-то. Даже... Чтобы съесть её? Да. Чтобы ей смерти. Но за это, конечно, очень строго было на то думать. Но кроме этих людей, были ещё какие-то здесь. Много священников было. Люди верили, знали, что канал нам нужен. И поэтому нельзя вот такую фразу говорить. Люди строили за страх канал. Нет. Вот эту фразу я выбрасываю. Люди строили канал на совесть. Не за страх, а на совесть. И на самом деле канал там был нужен. И люди здесь трудились. Что бы то ни было. Конечно, это была зона заключения. Тут всё было. Что уж там нам говорить. Всё было. Потому что рядом с такими людьми были и воры, и бандиты. И убийцы настоящие. Но что самое интересное, ещё здесь было. Самое страшное, я считаю. Это было много женщин. Лёгкое поведение. Вот судьба женщин на канале. Не дай бог. Волосы-то. День была тронет. Вам не надо писать. Вы мужчина. Вы всё понимаете. Женщина, раз она лёгкая, то она доступна и для руководителей. Самое главное, которая пользует слабостью женской. Это что не надо было делать. Но никуда не денешься. Вот, например, 300 пар беля женщина за сутки выстится ручной. На доске. А потом ещё погладить. Ему теску у меня лежит. С угольками. Вот на сутки. На углях. Поэтому, конечно, труд был тяжелым. Ну, что говорить. Как бы ни было. Вот давайте я вам сегодня докажу. Вот, посмотрите. Появилась ещё техника какая. Вот, как бы облегчать труд. Беломорский форт его назвали. Площадка на четырёх колёсах. Взрывали скалу. Два человека клали в сетку. Вот такие глыбы. Это для дам, для плотин нужно было. А две лошадки её вывозили. Вот такая техника появилась. Ещё вам покажу. Его называют героем беломорской стройки. Деревянный Дерек. Потом появился уже Афанасьевский паровозик. Железную дорогу строили. Уже камни грузили на это. Уже было легче. А вот, пожалуйста, убрать скалу здесь будет канал. Видите, там трутся два человека. Один держит обыкновенно долото. А другой бьёт кувалдой, что проделал отверстие. Потом бурили. Вот оно. Посмотрите, кувалда у меня лежит. Вот без ручки деревянная, но она очень тяжёлая. Представь, значит, что работы менялись. Очень тяжёлый брат, понимаете? Можно потрогать вес? Не надо, Григорий. Не надо. Ну, подними, но тяжёлая она очень. Ну, килограмм около, наверное, десяти. Да. Да ещё деревянная ручка. Да. Но прилетали два часа работать. А в основном на севере, когда строили канал, вот скалы, 75 километров, я вам сказала, в основном зимнее время. А зимнее время что? Это мороз, это пурга, это метель, скотлова на улице жать нельзя. Люди работали любую погоду. Ну, тоже кастры жгли, тоже снимали, тоже грели. Трудно было, весна наступала, комары-мошки нос. Давали на комарнике, в них работать было невозможно. Химия-то, знаете, не работала. Ну да. Чё с тобой ему говорить? Вот таких, как мы с вами, вот и вы без маски. Я в маске, а вообще в масках надо ходить. Хотя, говорят, даже привитые люди, я привита. Но можем мы заболеть. Пожалуйста, маску одевайте. Вы сделали прививку? Нет. Нет, надо делать. Так, ну давайте пойдём сюда. Я вам обещала это рассказать. Вот, я уже вам говорила, когда канал уже построили 10-го, полная сдача шла. Вот, посмотрите, здесь у нас первые пароходы. Можете сфотографировать. На теплоходе Анохин проехали проверочные комиссии, проехали писатели. Вот сколько, сто двадцать писателей здесь было на канале. А на теплоходе Анохин, Киров, Рашилов, Старин проехал всю фразу канала. Даже появилась такая картина художника, она, Балдяна Деметриевна, герой соцтруда. Была написана картина, вот такая, посмотрите. Здесь плащ, здесь был ещё Гена Хеогода. Кстати, курей же, Балдюсов, ОГПОНКОВ, да? Гена Хеогода, Матвей Берман, Александров, Филин, Семён Филин. Он умница, талант. Он руководил учетом распределительным отделом. Он говорил, трудом можно людей воспитать, те, которые бандиты, такие, воры. Да, многие действительно перевоспитывались. Но рядом с ним был ещё человек, который был заместительным начальником строительства канала. Лазарь Коган был начальником, вот он здесь. А это был Наталья Ронж Френтель. Вы о нём слышали что-нибудь? О Френтеле. О Наталье Ороновиче. Это не композита. Мы сейчас книжку читаем, но ещё не дочитали до этого момента. Они два разных человека. Вот этот человек был за то. Если ты докручённый, ты должен работать, как волк, как говорится. Смертили на себя, значит, так и должно быть. То вот этот человек был за то, чтобы людей здесь перевоспитывать. Судьба у них разная. Это отдельный рассказ вам рассказывает. Так, вот поэтому, вот картинка такая художника есть. Сталин всю трассу канала проехал вплоть до с 1 по 19 шлюз. Ну, как многие говорят, Сталин канал не понравился и т.д. ТТП, 18 февраля, обратите внимание, я вам говорила, план габарит канала. Сталин о них знал. Но что самое интересное? Очень кратко, в двух строчках пишут. Некоторые тут, конечно, сделали ошибку. Канал-то по габаритам был шире. Вот тут-то и сэкономили. Вот за это многие поплатились даже расстрелами. Мой, ты представь. Если мы говорили, Петербург, окно в Европу. Не знаю, Пушкин говорил, как, природа здесь, нам нужно в Европу прорубить окно. Так вот, Беломоро-Балтийским каналом, Григорий, мы прорубили окно в мир. И на 19-м шлюзе была вот такая звезда. А мне тут ярко написано, окно в мир. На самом деле так. А сейчас не сохранилась эта звезда? Вот этой звезды я не могу сказать. Наверное, нет. А может, она и горит там такая. Вы там будете, так посмотрите. Теперь, я сказала, люди строят финал на СО, есть. Вот давайте посмотрим, вы мне вспомнили. Вот, примите Михаил Зубрик. Придумал уникальную плотину, в равной мере ее нет. Она у нас на нашем канале, 11 шлюз. Шаманская плотина. Длина ее 100, высота экрана 12. Вот эти плотиночки мы были наскольте 4 года назад здесь, в этом. Но это такая красота. Так никто ему не верил. Сначала всем макетом водосливная плотина. Вот. И посмотрите, нашему каналу 87 лет. Уже будет 2 августа 88. И эта плотина почти без единого ремонта. Вы не можете представить, как люди строили? Какое качество? Да. Это 11 шлюз. Но в этом году ее уже немножко ремонтировали. Я в чем-либо. Вот эти плотиночки даже мы трогали. Они как будто сегодня вот сделаны. Знаете, как он сказал? Они будут омываться водой, и они будут крепче бетона. На самом деле так. Теперь, посмотрите, качество шлюза, канала. 2008 год. 11 шлюз. Ляжевый сеноканал деревянный. Посмотрите. Реконструкция канала, это, конечно, начало где-то в 52-м. А полная реконструкция в 1976 году. И когда разбирали вот эти ряжевые стены, это на 11 шлюзе. Это с 33-го года, 2008-го, то люди были поражены качеством работы. Знаете, как говорили? Все пеленое, все точеное. И сравниваем, как мы иногда сегодня строим. Все бывает, не буду говорить. Сами грамотно. Так вы знаете что? Посчитали, сколько же вот этих ряжевых складок по 7-19 шлюзам. 20 тысяч километров надо было. Какие плотники были здесь? Настоящие русские мастера. Рубанок, молоток, топор и гвозди. Вот работа какая была. 20 километров. 20 тысяч. Это половина нашего земного шарика. А, 20 тысяч километров. Нет, вы можете представить, сколько нужно было работать. Вручную эти бревна поднимали. Веревками. Кранов-то не было. Половина экватора. А деревянные ворота тоже в мировой практике нигде не применяли деревянные ворота. Я вам скажу, Григорий, когда строился канал, это 30, начал 31 год. И закончили в 33-м, все было как тайком, законсервировано, никто не должен знать. Но разведка работала. И за границей знали, что у нас строится такой канал. И что самое интересное. Посмотрите. В мировой практике нигде не применяли деревянные ворота. А придумал эти деревянные ворота. Вот он, умница. Владимир Николаевич Маслов, заключенный. Он сказал, мои ворота выдержат тот срок, который нужен. Они выдержали. 25 лет. 51 штука ворот. Только 8 были из металла. Остальные все деревянные. Вот что удивительно. Этот придумал уникальную плотину, которой нет в мире. Она одна у нас на нашем канале. Шраванская плотина. Дальше. Маслов придумал деревянные ворота. И эти люди были в 32-м году освобождены. Награждены выше награды Родины. А вот этот человек, Арнез Валерьянович Бязевский, заключенный. Уникальный проект Маткоженской плотины. Но он еще придумал Дубровскую дамбу. Вот этой дамбы нигде нет. Только на нашем канале. 4 километра. 4 километра дамба тянется. И сделана из наших корейских камней. Можете представить. Вот этот человек, который придумал это. Ну вот Хрусталев, Вежбийский план полностью составлял уже. Когда смотрели, Хрусталев, вот пожалуйста, Жук. Вот эти умницы, таланты, которые работали на нашем канале. Так. Теперь канал имени Сталина. Видите? Мы так сделали это в странице. Носил имя Дашито от первого года. Почему? Знаете? Нет. Мне тоже было интересно, почему. Вы на 1956 году. Никита Сергеевич Хрущев, слушай такого. Культ Сталина. Слыши. А, культ Сталина уничтожали. Да, разнесли. Взяли, переименовали канал. Кстати, канал имени Сталина. Сталин был против, чтобы его именем называли этот канал. Он и так говорил. Назделан канал Теломоро-Балтийский. Ну, надо читать литературу. Ну, не надо все на Сталина спирать. Это репрессии 37-38 года. Ни один он в этом виноват. В какой обстановке он жил, надо почитать книги. А не так. Наши тоже политики. Я не буду вдаваться в политику. Наши политики. Многие умно говорят, а некоторые очень плохо. Вот. Поэтому, в какой период жил Сталин, и что этот человек в жизнь перенес, надо думать немножко. Но все-таки он Россию любил. Когда победили, выпьем за русского солдата. Так. А 37-38 года. Но не один Сталин в этом виноват. Наши чекисты хорошо поработали. Они придумали на Соловках. Вот сейчас обидеть показывают. Но мне что-то в этот фильм не очень нравится. Клепина. Смотрите? Нет. Телевизор. Некогда смотреть. Что делали НКВД. Без всякого. Никто никаких приказов не давали. Они просто одевались над людьми. Им это нравилось. Понимаете? Они даже придумывали сами, как наказать человека. Как поиздеваться, чтобы ему было больнее. Но это Сталин. Проверки приходили. Показывали, что все хорошо. Можете представить? Так одного Сталина мы там обвиняли. Ладно, не буду я это самое говорить вам. Значит, в 61-го года канал носит имя, уже Сталина снято, Беломоро-Балтийский канал. Теперь, посмотрите, 25 лет на нашем канале не было маяков. Были вот такие. Были бакинщики. Вот такие керосины зажигали маяки. Это тоже трудная работа была очень. У нас погода меняется в Карелии. То тепло, то холодно, то снег, то дождь, то град. В любое время. Бредян-то его, влащик обыкновенный, лодка обыкновенная. Были старший бакинщик, младший бакинщик. Вот. Надо было утром поехать все это потушить, протереть, а вечером опять зажечь. Вот представьте себе, 25 лет вот так зажигалось все. Почему так? Почему? Вот сейчас я еще хочу вам рассказать про наш уникальный, нашего канала. Так, посмотрите. Здесь мы видим момент навигации. Что тут? В 47-м году. Да, в 47-м году. Ну, что самое интересное. Знаете, у нас была такая династия Морфутовых, Чеботаревых. И вот был такой Чеботарев Иван Семенович бакинщик. И на 9-м шлюзе они жили. И знаете, до 56-го года вот это все-таки было. Маяки зажигали керосину мне этими лампами, фонарями. И знаете, люди действительно отдали свою жизнь каналу. И знаете, очень. И сейчас этот камень там все-таки есть. Вот я давно там не была, но не видела. Надо будет съездить. Даже написано, у долгой славы долгая жизнь. Люди, которые действительно отдали свою жизнь и работали на такой трудной работе. Так, теперь давайте посмотрим сюда. Вот, а я что-то вот картину поставил. Посмотрите, открывали ворота вот так. 25 лет. Никакого электричества на канале у нас не было. Вот открывали ворота такой вот обыкновенной ребёдкой. Это очень тяжёлая работа была. Женщины в основном, женщины. Иногда вот эти ручки железные скользили на рукавицах. Могла и стукнуть даже. И всё, что угодно. Но 25 лет так открывали ворота вот такой ребёдкой. Почему? Так вот так наш канал-то построен. Умницы инженеры придумали, что можно нам электрических насосов не ставить. Заливать воду камнем нам не надо. Электрическим насосом. И знаете, между... Вот схема нашего канала. Повенецкая лестница. Самая высокая точка 102 метра. Дальше идёт большой водораздел воды. Большое водохранилище. И дальше уже идёт от 9-го вниз уже 19-му шлюзу. Так, уже Беломорье. Так, запасные там у нас водохранилища. Но самое большое водохранилище. Говорят, самое большое даже в мире у нас здесь на канале. И вот когда шлюзуется корабль, открывается ворота, и с этого хранилища вода бежит по каналу. Сама-самотёком. И толкает наши кораблики. И заполняет камеру. Ворота закрываются, переливается вода в другую камеру. Вот ещё уникальность нашего канала. Мутик представить. Ну и конечно, когда уже по каналу, канал уже построили, всё. Обязательно это я вам должна сказать. 17 августа 1933 года Совета народных комиссаров было принято о создании Беломорно-Балтийского комбината. Что такое комбинат? Канал-то мы построили. Прямо написано. Обслуживание канала и прилегающих к нему территорий. Поэтому, как мы говорят, Карелы наши. Был повенец, свету конец. А вот построили канал, так и сел засел. И там в городе идёт и так. То есть, канал дал плачок, вы видите, в Карелии. И сели в нашей стороне. Поднялась экономика. Край богатый. Леса много. Сейчас уже, конечно, леса у нас мало. То пожары, то ещё, то чёрные наши релтори, как их называют, рубят и не знаем, что выводят куда. Ну вот, принимают сейчас закон государства, чтобы не совьём возить за границу леса, а какие-то материалы, пиломатериалы и так далее. Ну, это не знаю, что будет. Дальше. Создали флот. Раз. Ну и, конечно, стали подниматься, вот, путём Левоморо-Балтийского канала. Конечно, строили вот Сегешский бомбинат. Надвойский целый возник зовут. Так, это вот они сейчас работают. Но, кроме этого, и больницы, и заводы. И, боже мой, всё стало строиться. Лес стали. Люди стали жить. Поэтому не зря вот Карелы придумали такую пословицу на самом деле. Ну и в 1952 году туда на канал второй раз приехал Михаил Михайлович Пришвин. В 1906 году он был на лодировых. Здесь Карелию вообще он любил. У него была даже написана книга, не знаю, вы учили в школе, вам эту книгу. Мы-то в школе с ребятами изучали, в начале классов. Я учитель в начале классов. Крайне пуганных птиц. И он сказал, да здесь канал уже разговор шел о строительстве канала. Ещё в 1902 год уже план был канал создать. Он, да здесь нельзя канал строить. Это крайне пуганных птиц. Здесь болото, здесь леса, здесь скалы. Но канал-то построили. И вот в 1952 году он приехал сюда. И как он сказал, да, крайне пуганных птиц превратился в индустрии Галии. И на самом деле так. Ну и кто же канал обслуживал? Кто поднимал экономику? Конечно, люди. Сюда опять наша история. Вот такие цифры. Конечно, было раскулачивание. Это грубо, была ошибка. Это появилась новая политика. Как называлась она? Новая экономическая политика, так её назвали. Сокращула НДП, охрана называлась. Сюда, конечно, приезжали люди. Салайер от кулаченных. Но здесь людям строилось жильё. Как можно. Так, сюда уже приезжали больно наёмные семьи. Но действительно, край действительно был такой запущенный. Но край богатый. Вот благодаря каналу, конечно, мы зажили. Переселенцы. Вот мои родители тоже переселенцы. Папа в лесу работал, тяжёлая работа была. Техники какой-то она не была. Но уже потом появились экраны и так далее, и так далее. А там носили вот на горбу, эти вот такие чёрки, чтобы за товарный вагон загрузить этими вагонами. По трапу попробуй поднимись. Это очень тяжёлая работа была. Поэтому папа вот такой даже мозоль был здесь, здесь на этом лесе. Так что, вы знаете, это я как бы своё детство, я человек, женщина военного времени, уже в конце войны родилась. Поэтому я это всё равно помню. Ну что, Григорий. Хотела спросить про плотину деревянную. Так я же вам рассказала. Это вот как раз, это она и есть деревянная. Я немножко по-другому представлял. Нет-нет-нет. Вот она из дерева как раз сделана. Вот она здесь, посмотрите. А вот это рельсы. Вот она здесь у меня тоже, очень хорошо видна. Вот, да, вот эту фотографию я как раз и видела. Там она не очень... Есть у меня тут диск, я могу вам даже получить показать. Подождите. Это история войны тут уже была, да? Да, да, да. Здесь фины когда-нибудь рвались. Наверное, нет у меня тут. Что-то не включается. Что такое, ну-ка, 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 что-то. Уже диск у меня, собственно. 1939 год, это фильм, да? Что в фильме там... Война! Я вам войну могу рассказать. Войну много чего там войну. Сейчас попробуем. Сейчас тоже диск у нас тут много. Ну, вот так это. А это люди вам находят и приносят, да? Да. Кто же что найдет по каналу, да? То есть лопаты, подковы, кабель. Под наладоги. Под наладоги. А, у вас даже кусок кабеля под наладоги, который прохватит на вылам. Десятый год, да. На вылам, который прохватил. Кариболер потом, надо позвать мне тех, кто у меня разбирается. Вот, посмотрите, что у меня тут. Хотела просто шампутку плотину показать, где все думают. А так он хорошо. А она немножко в стороне находится, если к ней подойти? Одиннадцатый шлюз. Одиннадцатый шлюз. Да. На один шлюзе находится такая плотина. Ее прямо с плотина видно. Вы туда не попадете, потому что там... Сейчас же канал охраняемый. Ага. Вот. Конечно, канал охранялся и сразу, когда построили. Военная часть здесь стояла. Вот. Началась перестройка. Все разрушено. Военную часть распустили. Канал не охранялся очень долго. Поэтому только в 2000 году девочка наша школьница написала Путина. Когда он стал этим самым. Вот она здесь тоже, вы можете видеть. Вот она красивая здесь. Я вот тут шампутка и хорошо водоценка оплатила. Вот. И вели северо-западное унитарное предприятие только с 2006 года. Это уже принял Путин. Канал охраняемый. Вот вели охрану. Девять, когда началась перестройка. Сами знаете, 91 год в Москве. Вам сколько лет? Мне 43. 43. Ну, вы еще маленькие были, когда началась перестройка. Но все равно уже что-то маленько помните. Вот. Поэтому, конечно, канал сейчас охраняется. Была перестройка, было трудно. Полгода и зарплаты люди не получали. И прочее, прочее. Охраняется он военная, получается, да? Да. А военная. Вот здесь было очень хорошего. Я началась за каналом вторым шлюзом. Я началась стояла. Сейчас канал охраняют. Ну, деньги выделила Москва. Ну, сейчас вроде стабильно идет зарплата людям. Не сильно большие зарплаты, но все-таки. Но что самое интересное? Война-то началась. У нас, видите, как Гитлер заключил договор с финами. Ну, это вам, если историю расскажут, это очень долго. 39-й год. Война с финами. Длилась всего она 3 месяца, чем она закончилась. Фины против нас. Все заключает договор с Германией. Начинается Великой Отечественной войны. Здесь у нас были финны в Карелии. Красная армия отступала. Ну, что мы сделаем? И самая-то главная задача была. Захватить Беломоро-Палтистский канал. Потому что узнали. Знаете, какая битва здесь шла? Вот три раза хорошо Владимир Александров, начальник управления канала, вот там второй, в очках, первый Захаров, которого сонали канал. И, конечно, уже нет живых. Умницы, талантливые люди. Он, как говорил, здесь вышибали три раза финнов отсюда. Ну, Южный склон был полностью взорван. Но взорвало руководство нашего военного руководства. Потому что нужно было останавливать финнов. А взорвали, то посмотрите-ка, 21 декабря 1941 года, когда стоял сильный мороз, 37 градусов. Как говорят, чины приняли холодный душ. Вот, посмотрите, война, начало войны. Бомбили канал, да, пять раз. Но попросили Ворошилова. Были поставлены пушки. Нам доставили артиллерийское оружие на тех шлюзах, где там опасно. Где-то вода хронула. Видите, даже как шла три дня она по каналу Пальнецкое, Онежское озеро. Пальнец, по сути дела, не был затуплен. Ну, где-то полтора метра. Но что, самое интересное, ничего не оставлять врагу. Поэтому было опять принято решение поджигать бани, сараи, хранилища, дома и так далее. Были добровольцы, ребята, 15, 17, 18 лет. Вот что осталось от нашего повинца. Ничего. Хотя было здесь и церковь Смоленска, и два собора Петра и Павла. Но в честь тех было время разрушать, было время строить. В 2003 году, посмотрите, Григорий, был построен храм Святого Николая. Церковь памяти тех, кто защищал канал и кто строил его. Вот вы можете на возвышение второго шлюза посмотреть нашу церковь. Ну, мы побеждаем по Сталинградам. Фины думают, ага, и говорят, если не победим, победят немцы. Победят, а Фины выжидали. Мы победили. Они понимают, что армия набирает силу. И они ушли от нас в 44-м году. В июне они ушли с Карелии. Закончилась война. Южный склон полностью разрушен. Москва звонит и восстанавливает канал. Можете представить, вы ходили, когда Фины что делали? Они минировали все. Дорожки в лесу, все. Вот в 80-е годы люди подрывались, дети, в лесу на этих мин. Вот что самое интересное. А не было саперов и минеров. Учили девочек 15-16 лет. Можете представить? И вот каждый день здесь почти погибало, когда восстанавливали канал. До 10-20 человек подрывались на мин. Так что восстановили канал тоже кровью и потом. Но знали, что канал нужно восстановить. И деньги, на слово Москва. 77 миллионов по тем временам. Ишло на восстановление канала. Но людей уже кормили здесь неплохо. Но и здесь, когда строили канал, кормили как могли. Потому что было пособное хозяйство. Разводили поросят. Выращивали картофель. Выращивали овощи. У кого там зубы заваряют цингой, вот хвою наше корейское очень ценное. 32-й год само считается даже лучше, когда кормили людей. Рыбу ловили в озерах наши. Рыбы же много было. И 18, допустим, рыбных, 12 дней мясных. Люди как могли кормить. Потому что 33-й год, конечно, труднее было. Потому что засухой по Волжье. Молодомор, это сказалось, и здесь, когда строили канал. Это все было. Но что самое интересное, несмотря на это, люди знали, канал нужен. И что бы ни стоил, канал построили. Поэтому сегодня можно сказать, и не страшно сказать такие слова. Надо низко поклониться людям, которые вынесли тяжесть труда на своих плечах. Кто здесь и сложил свои головы. Но кто и остался живым, это им. Когда дарят, мы выиграли войну. Мы создали свой флот. Это люди. И они об этом всю жизнь мечтали. Поэтому так нельзя огульно говорить. Не надо было строить канал. Не надо. Ну, я не знаю, что вам еще рассказать. Развитие должно быть всегда. Да. Ну, а то, что людей погибло, конечно, погибло здесь. По данным подсчетам, на сегодняшний день, я вам не могу сказать, разброс очень велик. Отдельно цифры называют. Вот я не буду говорить сколько. Разброс велик. История пока молчит. Но я не думаю, что мы когда-то это узнаем. Называют цифру. 160 тысяч работают. Погибло там, может, 50, 30, 20 тысяч, 80 тысяч. На сегодняшний день вот нет такого ответа. Вот что самое интересное. Почему-то мы всегда любим, конечно, о хорошем писать. Но надо и о плохом где-то писать. Люди умирали. Я вам скажу, умирало больше всего. Знаете, каких людей? Незакаленных. Люди здесь были люди с юга. Вот таджики, узбеки, татары. Они приучены к тем южным условиям. К теплу, да. И они как подавали нашу суровую Карелию, где зима 7 месяцев. И морозы такие. Барина коней не одевали. Они ходили в своих чурбанах, там шапки не одевали. Баню даже не ходили. Хотя люди здесь были построены баню. Люди мыли. Но если попробуйте не мыть. Это вшивость будет. Не дай бог, что будет. Все, это же понятно. Народу здесь только. Конечно, жили в бараках. На южном склоне строили землянки, а на северном барачное. Изблюли. Чтоб там намного холоднее. Настёки немножко действуют теплее на юге. Вот так вот. Поэтому люди даже замерзали. То, что они там не доедали, конечно, не доедали. Представьте, это физический труд. Конечно, да. И были люди, которые отказывались с работы. Не выходили на работу. Дурака валяли там. Были такие вот воры, эти баницы. Заставляли нормальных людей. Даже хлеб у них воровали. Здесь всё было. Как в любой тюрьме, например. Всё было. Поэтому говорить о каждом моменте таком, я даже не знаю, как вам говорить. Вы должны сами это представлять, эту картину. Да. Вот так вот. Фильм может так тоже много показать. Ну, о нашем канале я бы не сказала много. Вот сняли фильм «Битва за серу» Беломоро-Балтийский канал. Это Ленинградская студия «Яблоко». Девочки приезжали, молодые снимали. И приезжали финны. Они назвали фильм «Канал Сталина». Хороший фильм. Посмотрите. Фильмы снимали как раз в осени. Вот у меня есть эти диски. Я же не могу включать и людей пропускать. И 30-40 минут они будут снимать диск. Диск можно посмотреть в интернете сейчас. Да. Можно запросить и найти, конечно. Всё. На этом закончим. Я уже опаздываю на ВЕД. И уже не знаю, бежать мне на ВЕД или не бежать. Спасибо большое. Целый час мы с вами работаем. Начали без пяти двенадцать. Спасибо большое. Очень интересная экскурсия. На этом я закончу с вами. И вот сегодня я хотела, чтобы для вас дошло, что канал нам и сегодня нужен. Спасибо вам большое. Никогда его не закроют. Вот новые нам детали вот такие, видите, были. Видите, вот недавно притащили меня музей. Наверняционные фонари. Досатые. У меня есть такие фонари тоже дома. Муты притавить, да. А это вот, видите, кабель какой прошёл по Ладожскому озеру. На остров Балам. Там же не было, дизельные станции были. А сейчас уже там электричество. Наши электрики тоже работали. И дали мне музей вот такой кабель. Видите, какой он тяжёлый. Вот. Он тяжёлый очень. Спасибо вам большое за экскурсию. Очень интересно всё было. Так что я спасибо вам за внимание. Мы с вами меня выслушали. Ассартир в свой оттопер, вы откуда, чтобы я вела учёб. Вот свой оттопер оставьте. Вы сегодня порвали в музее. Ассартир в плохого. Гортку положи. Ну, обожаю. Берегуру. Не знаю, ваш товарищ, что он никакой оттопер. А, берегурурдит? Да? Так мы по очереди только. Если я могу вам к вам его прислать сейчас. Ну, нет. Я сейчас надеюсь, поэтому уже не знаю. Ну, попозже в смысле. Ну, ладно.